М1 Глобал Вот, что он и делает Я думаю, Аслану, чтобы хэп-кик пробить, ему даже особо напрягаться не надо На уровне таза много поднять, и уже удар в голову полетит Вот, вот, мидл Мидл, да, в селезенку чуть не попал Давид пока выжидает, выцеливает Чувствуется все-таки, что более опытный, более возрастной спортсмен Не торопится он, не форсирует Сейчас пытается работать ногами Ну да, неплохо работает, Аслану ногами Но не вкладывается, это больше такие дипотетические моменты Он просто пользуется преимуществом, жестким Преимуществом, конечно, все Вот, видите, просто выбрасывает удары Не подготовлены Да, не акцензированные Но чтобы не подпустить поближе соперника Вот Сейчас такая вертушка от Давида Я думаю, для Давида лучший шанс это, конечно, какой-нибудь оверхенд бросить Правый боковой или левый боковой Я так вижу левша, судя по всему Может через руку попытаться бросить Иногда проходит с этими высокими соперниками Вот, а так боксировать на дистанции вариантов нет Да, да, Давиду нужно искать свое счастье в борьбе, я думаю Либо в борьбе, либо на средней дистанции Да, да На дальней дистанции Ну, на дистанцию его Аслан пока не подпускает Очень грамотно действует Да, грамотно действует Как только Давид предпринимает попытку сблизиться, тут же вылетает либо джеб, либо нога Двойка сейчас Клиншует Давид На джебе просто держите его Половина раунда позади, я бы пока не выделил чьё-либо доминирование будет Да, да, просто разведка, так скажем, идёт пока У меня есть предчувствие, что он продлится все два раунда Хотя Пропустил Пропустил Как хорошо, если я ошибаюсь, да Сейчас просто нанес Левый боковой Да, да, постараться добить его Нужно Аслану В хав гарде сейчас находится Ногу, да, да, ногу, ногу вытащить нужно Потом постараться добиться Да, тут либо ему боковой контроль, либо уже в маунт вылазить Да, 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 сейчас ногу, ну, Аслан пытается правильно делать ногу Давид просто вяжет Да, 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 пойдёт, пойдёт Нет, нет Нужно сейчас пролежать и сделать так, чтобы стойку подняли Нет, нет, нет Пропускают барьбу на руку, но нет, там не получится ещё Слишком Да, да, не получится Я тоже не знаю Вот, вот, вот Приглашает стойку с раундами Мы с ним подсказывают Аслану, чтобы подняли стойку Не нужно торопиться Аслану Хорошо попал По-моему, не очень восстановился Давид Сейчас опять нужно повторить Попадает, кстати говоря, Аслан Да, да, Аслан Попадает Сейчас был удар, как говорит Давид, удар в пах Ну, мы не видели там, что именно произошло Да Возможно, что и попал Ну, бывает в горячке было попадание неумысля Да, да, да Не стоит там акцентироваться Ну, бойцу, который пропустил этот удар, даёт время на восстановление Такое бывает, конечно Тем более в клубе Такой борьбой 20 секунд до конца раунда Никаких особо активных действий мы не наблюдаем Пока ничего не происходит в ринге Да, мы видим, что такой рисунок боя очень характерен для начинающих бойцов неопытных В общем, очень много времени проходит просто в пустую Просто в таких В передвижениях Разбить нос у Давида Это заставляет очень много проблем с дыхалкой Ты, видимо, как раз тот левый боковой, на который поймал Аслан Да, да, Аслан хорошо его поймал, вот видите Это губа или нос Да, нос всё-таки Ну, судя по тому, что Давид стоит, а не садится, он не очень устал Вот, мы видим, что Аслан, мне кажется Аслан хорошо дышит Да, да Дают рекомендации по ударной технике его тренера в углу Спасибо Второй раунд Посмотрим, будут ли Будет ли меняться рисунок будет? Всё так же Хороший локик пробил Аслан Собственно, прежние тактики придерживаются Да, 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 да Хочет, чтобы Давид на него шёл Давид, видимо, не хочет Давиду хватил одного удара Да, да Хорошая двойка попадает Ну, быстрый Аслан, руки на него быстрые Попадает Сейчас вот И вот сам начал давить Думаю, он может давить И хорошо попадать Просто проходы не пропустить Вот, вот, отвечает Аслан на каждый удар Хороший локик Ногу отбивает Вот видим мы уже Гематомы на ноге Давида Да, количество переходит в качество Да, да, да Достигается Ну, он набрасывает локики на переднюю ногу Это, естественно, сказывается Ну, и Давид отвечает тоже Отличный мидалкик Селезенку проходит Очень мощный удар Les Straßen Ну, и Давид Он подожди Подождим Вот зайдем Испой chancellor Отный Как tengan Я бы не понял Мы сейчас попытались немножко зарубить со спортсменами. Основным нужно заводить ближнюю дистанцию, давить себя будет чувствовать получше. Собственно говоря, ничего особо не меняется, попытка расстреливать на дистанции со стороны Аслана, давить все ищет, ищет подходы к своему сопернику, но так у него, собственно говоря, ничего не удается из этих попыток. Продолжает сыпаться град лул киков на него и, собственно говоря, если последние две минуты пройдут по такому же сценарию, то поединок завершится в пользу Аслана однозначно. Да, я тоже думаю. Аслану сейчас не нужно пропускать, как его удары. Пытается зарубиться давить, но не подпускает. Аслан очень грамотно действует. За счет того, что мало боролись, бойцы довольно свежие. Да, хорошо дышат, бойцы и руки не забились, потому что там, в принципе, борьбы не было. Аслан. 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 Теряешься в мобильности, теряешь в подвижности, а значит становишься готовой мишенью для своего соперника. Неплохой мидл прошел. Пытается сейчас атаковать. Ну вот, попадаешь сейчас Аслан. Да, да. Пытается сейчас обострить ситуацию Давид, потому что понимаешь, что проигрывает ему нужно как-то заканчивать. Он хочет добрать концовку. Конец раунда. Я думаю, что однозначно победа за Асланом, только вопросов нет. Давид ничего не сделал такого выдающегося, что могло бы даровать ему. Ну, как я сказал, Аслан не дал ему ничего сделать, не дал подойти поближе, поэтому расстрелил на дальней дистанции. Думаю, победа будет за Асланом. Молодец, поздравляем его. Да, дождемся официального объявления результата, я думаю, что сюрпризов не будет. Трефери приглашает бойцов в центр рейджа. В этом поединке раздельным решением судьбы победу одержал боец в красном углу рейджа Аслан Бесаев, Республика Игнушетия. Заслуженная победа не очень понятна, почему раздельно. Да, да, мне тоже непонятно, почему дали раздельным. Что там было разделять, не ясно. Может, из-за концовки второй раунда. Да, там и концовки-то особо нет. Да, особо никакого контроля там не было, я сейчас. Может, на повторе мы сейчас увидим этот удар, который свалил Давида, посмотрим. Вот, лево-боковой, четко. Там двойной, кстати, он был в нос, а потом еще в челюсть. Была попытка добивания, но выдержал. Сам чуть поторопился, просто можно было добить. Ну да, опять же, неопытность сказалась. Вот мы видим, двое это проходит, все очень грамотно. Я думаю, большое будущее у этого бойца, у Аслана, вот, если он будет продолжать наращивать и ударку, и борьбу, то он станет... Продолжение следует...